Микс-ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь. Это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Диагноз недели». В студии работает Вадим Родионов. На прямой связи с нами врач-психиатр и ведущий программы Ариэль Резник-Мартов. И в студии вместе с нами объединяет нас звукорежиссер Родион Золотарев. Здравствуйте, Ариэль. Добрый день, Вадим. О чем мы сегодня говорим? Ну, вы же знаете, что есть такая популярная штука в современности, которая называется нумерология. Поиск значения в разных цифрах и числах. Я не поклонник нумерологии, но я задумывался о том, что есть одно число, которое регулярно встречается в разговорах с моими пациентами. Это число запоминающиеся, цифра 100. Причем не просто цифра 100, а обычное выражение 100%. Но это как абсолют такой рубеж 100%, работаешь на все 100% и так далее и тому подобное. Некий стандарт. Интересно, что этот абсолют используется очень по-разному. Ну, например, есть люди, которые о самых разных вещах, например, об отношениях, семье или еще где-то говорят. «Я знаю это стопроцентно». И еще один вариант в современности – стопудово. «Я знаю это стопроцентно», «Я уверен на все стопроцентно» и так далее. Есть другой вариант. Когда человек фактически любое решение не принимает, убегает любого нового для себя действия, говоря, у меня нет стопроцентной уверенности, что это получится. То есть, понимаете, для того, чтобы хоть что-то предпринять, человек считает, что нужна стопроцентная уверенность. Поскольку ее обычно не бывает, это хороший способ избежать любого действия. Есть люди, которые, приходя на терапию, спрашивают меня, «А можете ли вы, доктор, гарантировать, что вы меня вылечите?» Особенно это вопросы любят задавать люди с зависимостями. Могу дать стопроцентную гарантию, человек пройдет курс лечения и перестанет испытывать зависимость от того, от чего он ее испытывает. Я все вспоминаю, когда я работал еще в судебно-психиатрической экспертизе, некоторым пациентам назначалось принудительное лечение. В психиатрической больнице они его проходили. Потом, рано или поздно, это лечение, принудительное лечение надо было снимать, в переводе чека на обычное лечение, надо было идти в суд для этого, писать бумагу и идти в суд. И в суде обязательно кто-нибудь из тружеников суда спрашивал, «А вы можете дать стопроцентную гарантию доктору, что этот чек больше никогда не впадет в психоз и не сделает ничего плохого?» Я всегда говорил, что такую стопроцентную гарантию я не могу даже себе дать, я вас тоже не могу. Потому что стопроцентная гарантия – нечто несуществующее в мире. Ну вот стопроцентная гарантия, может, это только страховой полис, да и то, очевидно, не всегда. Но ведь интересно, что в медицине практически никогда не говорят о стопроцентной гарантии. Во всех препаратах там есть определенные проценты, там действия и так далее. Ну и, соответственно, вообще стопроцентная такая недостижимая, кажется, цифра. Практически во всем. Это всегда интересно, почему человек, конкретный, отдельно взятый человек, берет себе этот абсолют и именно им оперирует. То есть для этого есть какие-то свои цели. Я вообще задумался о том, когда у людей бывает в чём-то стопроцентная уверенность, ощущение, что тебе что-то гарантировано. И я пришёл к грустному выводу, что чем старше мы становимся, тем больше мы понимаем, что нам вообще ничего не гарантировано. Не стопроцентная, не 90%. Наверное, человек, который испытывает уверенность, что это гарантировано, но ещё не может это сформулировать, поскольку он даже говорит плохо или не говорит вообще, это молодеянность. Ну я бы с вами, кстати, поспорил, доктор, потому что есть стопроцентная уверенность, по крайней мере, в одном, это относится и к медицине тоже, мы все умрём, и это стопроцентный факт. Это факт, мы переживём момент смерти, остановки биологические функции. А что будет после этого, опять же, никто не знает. Ну физиологически мы в том виде, в котором существует... ...существует... А что за ним, никто не знает. Да, ну так можно, конечно, тоже порассуждать, но тем не менее физиологически мы прекратим своё существование. И это стопроцентно. Вдруг вы, Вадим, станете первым бессмертным в истории человечества? Ну я боюсь взять на себя такую ответственность. Вот видите. Да, но тем не менее... Я думаю, что стопроцентная уверенность – это именно о маленьком ребёнке. Потому что совсем маленький ребёнок, который ощущает постоянно себя в центре внимания своих родителей, матери в первую очередь, близость с ней. И мы часто упоминали, что у детей есть такой период иллюзии их всемогущества, когда на любой писк, рик, всё происходит. Исполняются его желания. Откуда вдруг появляется грудь, которая его кормит? Выберут на руки его нянчатый ребенок. Какое-то время существует иллюзия всемогущества. Всемогущество – это и есть стопроцентная уверенность в том, что твои все желания будут удовлетворены. Более того, я думаю, как раз тот самый маленький ребёнок понятия не имеет, что такое смерть. Поэтому даже стопроцентная гарантированная смерть ему неизвестна. И это счастливый возраст, но по мере накопления опыта и информации мы бы всё больше понимаем, как иллюзорная цифра 100%. Число 100%. Но тем не менее, эта цифра нам для чего-то нужна, для иллюзии этой стабильности, для иллюзии того, что нам что-то гарантировано. То есть она имеет такой успокоительный эффект? Ну, заметьте, все примеры, которые я привёл, она везде имеет успокоительный эффект. Когда человек говорит, я на 100% уверен, что это абсолютно факт, или я на 100% уверен, что человек ко мне относится таким-то образом, у него есть иллюзия, что ему абсолютно гарантирована правота. У него нет повода сомневаться, у него нет повода менять или перестраивать отношения, правота ему гарантированы. Точно так же человек, который говорит, что пока мне не гарантировано что-то на 100%, я ничего не буду делать, это тоже иллюзия, что только 100% на гарантию может ему что-то обещать. Но человеку это даёт выгоду снятия из себя всякой ответственности, избегания действия. Вот этот элемент сомнения, который мы обычно всё-таки закладываем, если говорим всерьёз, не абсолютизируя, что он выполнит эту работу на 95%. То есть оставляем для себя какую-то возможность того, что вот эти 5, пресловутые 5% или 1%, что он всё-таки этого не сделает. То есть этот элемент сомнения, это важный такой стабилизатор, как вы считаете, оставлять всегда какой-то элемент сомнения, какой-то процент того, что кто-то что-то не сделает, например. Я думаю, что элемент разумного сомнения — это необходимая вещь в нашей жизни. Потому что полное отсутствие сомнений. Есть люди, которые, по крайней мере, внешне никогда не сомневаются в своих действиях. Они принимают радикальные категоричные решения, они идут напролом к своей цели. И, наверное, в некоторых профессиях и в некоторых жизненных ситуациях это оправдывается. Но, в общем, сомнения нам нужны, потому что сомнение в своей правоте, мне кажется, очень важная вещь. Оно избавляет нас от самых тяжёлых ошибок в этой жизни. Пока мы сомневаемся в своей правоте, у нас есть возможность услышать себя, услышать свои мысли, услышать людей вокруг нас и что-то изменить. Но, опять, сомнение — это какая-нибудь приправа в пище. В должном количестве она придает необходимый вкус. Если с приправой переборщить, то пищность абсолютно несъедобная, может быть, и вредная. Ну, человек, который не сомневается, который уверен на 100% в том, что он делает, в том, что он говорит, в том, как он думает. То есть он обладает всё-таки преимуществом бульдозера такого? Потому что у меня было два разговора с Виктором Шендеровичем и с Алексеем Кортневым, и они сами затронули эту тему, что люди, не сомневающиеся, пробиваются гораздо эффективнее, например, достигают успеха, в том числе и в дворческих профессиях. По-моему, у Гейны были такие строчки. Порой от страха сердца леденело. Ничто не страшно, только дураку по поводу отсутствия сомнений. Наверное, есть профессии и ситуации, где на сомнение нет времени и сил. Наверное, в сомнении или в отсутствии сомнения всегда есть фактор риска. То есть, ну, не знаю, допустим, Ван Гог или Гоген, которые начинали писать, никто им не гарантировал, что они добьются успеха, как и многие творческие люди. Все задаются вопросом, что когда на свете есть такие люди, как, не знаю, может, перечислить ряд классиков, Толстой, Достоевский, Вальд, Пушкин, кто угодно, и кто я рядом с ними, то может уничтожить любую творческую инициативу. Но, наверное, человек, у которого есть внутренняя потребность, и он начинает слушать свой внутренний голос и, возможно, отбрасывать сомнения. Вряд ли люди не испытывают сомнения. Я думаю, что многие с ними умеют бороться, принимая они всегда риск. Здесь ведь можно как раз порассуждать еще в контексте, что есть целые индустрии, целые структуры, где сомнения не приветствуются. Например, это армия, потому что есть приказ, и сомневаться не выполнять приказ там нельзя. Это уже является преступлением и нарушением устава. Соответственно, армия построена на том, что сомневаться нельзя. Очевидно, в армии привилегия сомневаться оставлено тем, кто командует. Солдату – это роскошь непозволительная. Я не служил в армии, поэтому не трудно судить, но, наверное, группа сомневающихся солдат – это не лучшее зрелище на поле боя. Но при этом можно, на Ваш взгляд, человека, который сомневается в жизни, который склонен, может быть, к рефлексиям, научить не сомневаться? То есть перепрограммировать его, например, если он будет служить в армии или в каких-то таких жестких иерархических структурах, где концепция принять решение построена на приказах? Я думаю, что в жестких иерархических структурах есть проверенные десятилетиями механизмы, как отучить человека сомневаться, как научить человека выполнять команду, не задумываясь. Таким образом, я думаю, что сомнения и страх – это родственные понятия. Поэтому я не думаю, что, конечно, армия – это сборище идиотов, которые просто ни в чем никогда не сомневаются. Наверное, армия есть свои цели, свои механизмы для воплощения этих целей и работа с людьми, чтобы на учителях положиться целиком на командование и на какую-то удачу, и на свою отвагу, наверное, это и есть проработанная методика. Но это тоже история про 100%? То есть приказ, выполнение приказа? То есть здесь можно привести как раз эту цифру 100%? в этот механизм включить? Тоже, наверное, нельзя. Я думаю, что, скажем так, у каждого солдата есть разум и право сомневаться. Но, наверное, у него в армии нет права свои сомнения реализовать. Наверное, на расстоянии приказа, мотивируя его своими сомнениями, не приветствуются в армии, и наверняка в армии есть, опять же, механизмы, как можно этого избавить. Но психологическое воздействие цифр ведь не только 100%, но и другие числа могут вызывать определенные реакции, например. Для людей, которые не сомневаются, я думаю, если мы заглянем на страницы того же Фейсбука, мы найдем огромное количество людей, которые без всяких сомнений высказывают свое категоричное мнение по самым разным поводам, у которых есть недопускающий новотолкования подход ко всему, к политике, к истории, к морали и к чему угодно. И люди, как мне кажется, стопроцентно уверенные, есть две категории. Есть те, которые никому не стремятся ничего доказывать, потому что у них есть своя сложившаяся позиция. И вот есть люди, которые активно изо всех сил воинственно навязывают свое мнение. Вот тут у меня возникает ощущение, что их стопроцентная уверенность исключительно внешняя, исключительно компенсаторная. Потому что, когда тебе хочется спиной на губах что-то отставить, значит, внутри тебя ждет очень много тревоги и сомнений. И даже в первую очередь не в той теме, не в том деле, за которое ты сражаешься, в самом себе, в первую очередь. Демонстрация стопроцентной уверенности и демонстрация окружающему миру я безупречен. Мое мнение абсолютно верно и не смейте подвергать его сомнений. То есть получается, что этот человек, он жаждет как раз подтверждения своей правоты, собирая мнение других людей и убеждая других людей в том, что он прав. То есть ему важно, чтобы и другие разделяли эту точку зрения. Так это работает? Я думаю, что человек не собирает мнение других людей. Уже этот человек, вов, что постоянно декларирует свое мнение и любая попытка с ним спорить вызывает у него ярость. Ну, Вадим, что такое за примерами? Я вижу ваши посты в Фейсбуке и отдельных комментаторов, которые без лишнего сомнения поучают вас, как надо работать журналисту, кого он должен приглашать или не приглашать к себе. И эти люди даже не приходят в голову, что, ну, чтобы получать профессионала, надо быть как минимум профессионалом более высокого класса. Но таковые обычно не лезут с поучениями. Но эта история, мне кажется, еще связана с тем, я вчера даже написал на эту тему пост, что многие люди, когда высказывают свое индивидуальное мнение, осуществляют себя с аудиторией целиком или с народом. То есть они говорят, я народ, и, соответственно, вещают от лица народа. Это, мне кажется, тоже такое обобщение, которое можно, опять же, говорить в контексте вот этих 100%. То есть человек убежден в том, что он несет истину и говорит от лица всего сообщества. Я думаю, что наделение себя полномочиями посла и носителя истины в средней инстанции, конечно, человеку предает в его глазах такой образ кого-то непогрешимого. Как говорят католики, непогрешим только Папа Римский, и то в последнее время, по-моему, в этом сомневаются. Сейчас делаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Диагноз недели». В студии работает Вадим Родионов. На связи по скайпу врач-психиатр ведущий программы Ариэль Резник-Мартов и звукорежиссер Родион Золотарев. Ариэль, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Я думаю, что 100% может использоваться в негативном смысле тоже. Ну, скажем так, 100% уверенность в том, что все будет плохо. Допустим, люди, находящиеся в тяжелой депрессии, те, с кем мне часто приходилось иметь дело, это люди абсолютно уверенные во всем негативном. Они уверены в своем ничтожестве. они уверены в том, что их не ждет ничего хорошего. Они уверены в том, что это уже разные варианты, в том, что никто их не любит, никому они особо не интересны. Они уверены в своей, опять же, отрицательной избранности. Все вокруг нормальные люди. Я один такой. Я один такой. И это, я думаю, кстати, попытки суицида тоже результат стопроцентной уверенности в том, что ничего хорошего меня уже не ждет. То есть выхода нет, точнее, есть только один иллюзия выхода, который видит. Да. И мне кажется, вот здесь тоже, в чем состоит часть работы и психиатра, и психотерапевта, это постараться вернуть людям реалистичный взгляд на жизнь, в том числе реалистичную оценку своих возможностей. И, как мы уже говорили, 100% это отсутствие сомнений. То есть человеку впереди очень полезно вернуть способность сомневаться. Ну, например, в том, так ли все плохо. То есть нужно снизить это число, довести его хотя бы до 90, да, или там до 93 условно. Я думаю, здесь как раз я не возьмусь заниматься исчислениями, но мы понимаем, что 100% это очень искусственная цифра. И я думаю, что любой человек, который в чем-то уверен, на 100%, неважно, в плохом ли, в хорошем ли, наверное, внутри должен понимать, что это не так. Люди не всегда задумываются, например, когда люди женятся и дают друг другу клятву, что будут любить друг друга вечно. До гробовой доски. Да, до гробовой доски. Наверное, где-то внутри каждый из них понимает, что никто не может такого обещать. Ни один человек не может обещать, что он будет любить всегда, потому что это от него не совсем зависит. Но здесь ведь есть еще один интересный аспект. Я слышал, что пожизненно осужденным дают возможность подать апелляцию, если не ошибаюсь, каждые 25 лет именно по причине того, что даже у них должна оставаться надежда, что это не навсегда. Наверное. Наверное. Говорят, что когда человек точно уверен, что это навсегда, у него есть ощущение, что ему нечего терять. Хотя, насколько я понимаю, есть люди, которым за их преступление дают, скажем, по американскому законодательству, где можно суммировать три пожизненных сроков, чтобы быть с гарантией, что он не выберется на свободу. Но возможность сомнения нам действительно необходима. И право на сомнение, осознание права внутри нам необходимо. И, наверное, когда человек клянется стопроцентно в том, что он будет любить на гробовые доски, наверное, особую важность и прелесть придает то, что как раз никто не может этому верить. Как раз в том, что отношения сохраняющие, если что-то стопроцентно гарантировано, это не требует в дальнейшем никаких усилий. Если стопроцентно гарантировано, значит, ты можешь не напрягаться, и так все получишь. Вот ощущение, что на самом деле ничто не гарантировано, даже любая игровая доски, мне кажется, дает людям стимул не принимать все как должное, быть в отношениях, не знаю, не любую слову, работать над отношениями, но периодически эти чувства освежать и напоминать друг к другу. Если мы говорим о вере, можно ли отнести сто процентов к вере, например, в Бога? Вера, как мы знаем, она не подразумевает сомнения. Ну, и люди верующие не сомневаются в том, что Бог есть. Я бы не был так уверен. Наверное, люди верующие, наверное, есть те, кто не сомневаются. Наверное, есть сомневающиеся люди. Наверное, каждый человек, в минуты, когда к нему судьба неблагосклонна, может усомниться. Мы помним библейскую историю Иова, у которого Бог забрал всё, что у него было по наущению дьяволу, чтобы проверить, насколько Иов сохранит веру. Разве легко верить, когда у тебя процветающий бизнес, большая семья, здоровье и так далее. Когда у тебя всё это уже забрали, способен ты верить и так далее. Вот история о Иове – это история о том, насколько ты способен сомневаться, насколько ты разрешаешься сомневаться, даже в тяжёлые минуты. То есть получается, что вера и религия, они тоже не построены на стопроцентной уверенности в существовании Бога? Я думаю, что религия, по идее, требует. Я не теолог, я думаю, что сама религия требует стопроцентной веры в то, что тебе говорят. Но с другой стороны, наверное, религия требует… Ну, я думаю, что не все верующие люди… Часто верующие представляют как людей ограниченных, с низким интеллектом и так далее. Я много встречал в Фейсбуке людей, которые по этому поводу очень любят по их мнению тонко иронизировать. Я лично знаю очень верующих людей, с очень высоким интеллектом, для которых их вера – это постоянная работа. Это постоянная работа мыслей, не подтверждение снова и снова своей веры, хотя, может, для кого-то тоже. Но вера – это очень глубокое исследование себя. И там тоже… Ты можешь быть стопроцентно уверен в существовании Бога, наверное, а вот быть стопроцентно уверенным в том, насколько сильная и глубока твоя вера, ты не можешь. Ну, атеистическое, если мы берём другую сторону, атеисты ведь тоже уверены, я не говорю сейчас об агностиках, они оставляют себе право на сомнение и такая более позиция, скажем так, удобная, но тем не менее атеисты, они отрицают существование Бога, соответственно, это тоже история про веру в чём-то, потому что они говорят, его 100% нет. Ну, это тоже вера и опять стопроцентная вера. Мне кажется, опять здесь уже речь идет о вере, потому что нет у нас абсолютных доказательств ни существования Бога, ни отсутствия его. Поэтому, а вот верить насчёт Бога мои мысли так далеко не идут. А вот чисто с точки зрения терапии человек, который утверждает, что он стопроцентно уверен и воинственно что-то доказывает, ключевое слово воинственно, человек, который не может спать спокойно, если он не опровергает чужую веру, если он не вступает в бесконечные баталии. К этому человеку, к его самооценке у меня всегда возникает ряд вопросов. Но этот человек, его можно переубедить? То есть человек, который в чём-то уверен на стопроцентно? Он поддаётся, корректировки, скажем так? Или всё-таки это уже настолько глубоко сидит, что никак не изменится? Я думаю, если мы говорим о людях фанатично верующих, то это трудно корректировать. Я думаю, что корректировка может возникнуть тогда, когда человек упирается носом, упирается носом в то, что его веру опровергает. Я знаю, что были люди, которые фанатично веровали в правоту Гитлера, люди, которые фанатично веровали в исламское государство, джихад, борьбу с неверными и так далее. И кто-то из них, правда, немногие, но вдруг были вынуждены оказаться наедине с тем, что их вера рухнула, где они оставались основами. Похожие вещи произошли в Японии, где император всегда был божеством, но после Второй мировой войны, насколько я понимаю, вера японцев в божественность императорской власти подвергла с большими сомнениями. То есть я думаю, что любой верующий человек не может быть глухим каким-то доводом реальности, а критическим, кризисным ситуациям любой человек восприимчив. Что он ищет с ней делать, это уже отдельная история. Вот вы упомянули нацистскую Германию и Японию, которая воевала на стороне. Здесь, мне кажется, срабатывает еще другой интерес, другой момент, что люди, которые верят, они таким образом защищают себя от реальной жизни, то есть их вера в то, что идея правильно оправдывает их действия. И, соответственно, так легче жить, наверное, так легче объяснить какие-то преступления, какие-то страшные дела, которые они совершают. Есть в этом защитный механизм в этих ста процентах? Конечно, защитный механизм есть. Конечно же, он есть. Но я думаю, что вот эта реальная жизнь очень очень туманная понятия. Кто-то скажет, что для меня реальная жизнь — это чтобы у меня был полный холодильник, я ходил на работу, дети были пристроены, все были живы и здоровы. И будет прав. Кто-то скажет, что это мещанская животная жизнь, и что это за реальная жизнь, если ты не задумываешься о каких-то более высоких понятиях и материях и тоже будет прав. Кто-то скажет, что для него, например, как-то я хату оставил, ушел воевать, чтобы землю в гранате крестьянам отдать. Помните эту песню? Кто-то отказывается от реальной жизни, от ее повседневной гарантированности ради каких-то высших идей. Помним Ча Гевару и так далее, хотя опять люди стопроцентно уверенные в преимуще высших людей, готовы, как показывает жизнь, пролить ангарики крови ради торжества этих идей. Но вот о реальной жизни ведь Филипп Дик написал «Человек в высоком замке», где в жанре альтернативной истории показал, как могла бы развиваться ситуация, если бы страны оси победили. И это тоже заставляет задуматься о том, что было бы с нами и были бы мы уверены, например, в том, что рейх это хорошая история или, по крайней мере, необходимая история. восприятие, когда они попадают в какие-то обстоятельства и тогда они могут начать верить в то, что вот это хорошо и это правильно. Насколько обстоятельства важны для того, чтобы человек поверил, на сто процентов поверил в то, что они являются теми, которые должны быть? Я думаю, что мы зависим от, наверное, как минимум трёх вещей. Мы зависим от того, во что верят в нашей семье, в которой мы растём и что мы слышим, видим и чувствуем от своих родственников, членов семьи. Мы зависим от того, чему нас учат в школе, что мы читаем в школьных учебниках. И мы зависим от того, что на данный момент в стране, в которой мы живём, признано практой. То есть, наверное, в тоталитарном государстве, чтобы получить какое-то альтернативное мнение, приходится кинуть всякие сложности. Наверное, в современном демократическом государстве, если по-настоящему демократическое, у людей с выбором всё сложнее, потому что у них есть доступ к самым разным источкам информации. Другое дело, что чем больше мы живём, тем больше понимаем, как мало источек, которым можно стопроцентно верить, поскорить вот таких нет. Поэтому для нашей веры, кстати, это неважно, в государственное устройство, в ход истории, в людей, которые рядом, важна наша способность к независимому анализу, к осознанию, к признанию не всегда приятных для нас вещей. Признание вещей, что не всё тому, чего нас учили, правда, не всё, чем у нас учат сейчас, правда. То есть, наверное, поиск сто процентов никто не найдёт, но поиск правды — это способность всё подвергать сомнению в разумных пределах, искать разные источники информации и в какой-то степени доверять себе в том числе. А сторонники теории заговора — это очень такая популярная история и достаточно многочисленная группа людей, которые убеждены в том, что те события, которые казалось бы, я сейчас подчёркиваю, доказаны, они на самом деле происходили совсем по-другому. Ну, классические примеры — это «Американцев на Луне не было», «Земля плоская» и так далее и тому подобное. Там ещё вышки 5G, по-моему, последние из популярного и чипирования Биллом Гейтса всех. Да, я думаю, что, вы заметите, мы почти в каждой нашей передаче каким-то способом соприкасаемся с темой конспирологии. Я кажется, конспирология на самом деле — это такая невероятно увлекательная игра для взрослых. Ну, может, для детей тоже. То самое «Человек в высоком замке». И опять же, много сейчас популярный жанр альтернативной истории, множество книг и так далее и так далее. Поэтому, я думаю, конспирология — захватывающая игра, которая — это как самому написать фантастический роман, это как самому раскрыть заговор шпионов, это как самому стать участием какого-нибудь детектива или голливудского фильма, где кто-то разоблачает заговор злодеев. Во всех фильмах про Джеймса Бонда есть вот некий генеральный злодей, который хочет уничтожить или весь мир, или как минимум хотя бы Америку. И вот мне кажется, конспирология, если к ней отъяснился, немножко с юмором и с самоиронией, могла бы быть хорошей творческой игрой. Но, к сожалению, большинство увлеченных конспирологией людей относятся к этому совсем по-другому. Вы сравнили это с игрой или с фантастическим романом, но когда мы читаем фантастический роман, это уже дико, или, например, играем в компьютерную игру, или смотрим фильм, мы же понимаем, что это выдумка, которая придумана. Что касается сторонников теории заговора, они убеждены, что это так на самом деле и есть, просто многим это недоступно. Соответственно, вот нет этого разделения между тем, что мы читаем роман и понимаем, что это фантастика, которая написана и так далее. Вот почему там это не срабатывает? Почему, когда мы книжку читаем, это срабатывает, а когда верим в теорию заговора, у многих это не срабатывает? Как будто предохранитель перегорел. Смотря какую книжку мы покупаем, может быть, книжка, которую мы изначально знаем, что это художественная литература и вымысел, а есть книжки, что-нибудь разоблачающее, такие периодически появляются. Я думаю, что любители конспирологии создают такую альтернативную реальность. Более того, я думаю, есть моменты, когда альтернативная реальность становится подлинной. Давайте вспомним процессы охоты на ведьм. То есть вера в то, что у нас есть ведьмы и колдуны, которые гудят людей, насылают эпидемии, гудят скот и так далее, и так далее. Это же тоже, в общем-то, конспирологическая теория. У нас звонок радиослушательная линия. Здравствуйте, так только что был сорвался. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Антон. Да, Антон. Ну, я только подключился, как я понял, тема с последних пяти минут конспирология. Мы о цифре 100 сегодня говорим, но и об этом тоже, конечно. Извините, прозевала тема, о чем было начало? Об абсолютно 100%. Ну, неважно. Задавайте вопросы с конспирологией. Я понял. Дело в том, что фраза такая, что кто-то убежден, кто-то верит, она, наверное, относится к людям не совсем здравомыслящим в какой-то степени, незначительно, потому что любой человек понимает любой информации, 100% верить никогда, не доверять не всегда можно, поэтому человек оставляет возможность, вероятность чего-либо. Если материал читает, то он читает и не верит в этот материал, он должен к нему относиться, как вы сказали, с разных источников его воспонимать. И, скорее всего, что человек, если верит в него или он убежден в том, что он прочитал, ну, это, я считаю, не совсем здравомыслящим разумом у человека, поэтому и она популярна, скорее всего, не у людей, а популярна в средствах общественной информации, желтой прессы, которая на этом делает деньги и хорошо из-за этого получает прибыль. Да, спасибо вам. Ну, вот, кстати, наш радиослушатель, который не слушал начало программы, сказал 100% в своем вопросе. Упомянул это самое пресловое. А что подтверждают наша тема актуальность? Я думаю, что на самом деле мы обязаны большинством, тем, что люди подвергают реальность сомнений тому, что реальность сомнений. То есть люди, когда-то, ведь кто-то был абсолютно уверен, что Земля плоская и стоит на трех слонах, которые стоят на черепахе. Ну, что здесь сметает молнии, соответственно. Да, я думаю, что развитие наших представлений о картине мира, потому что звезды, это не серебряные гвозди, которые Господь прибил на небосвод и так далее, и так далее, я думаю, мы как раз всему этому, науке, наукой и искусством, мы обязаны тому, что люди не верят в стопроцентную реальность, что люди в ней сомневаются и тратят очень много сил, интеллекта, энергии на то, чтобы найти что-то другое, некую иную реальность. Тут, конечно, опять никто не может стопроцентно гарантироваться, строго говоря, ученые, создающие что-то другую картину мира и человек, находящийся в психозе, который считает, что мир управляет злыми колдунами, инопланетянами и так далее, это все люди, создающие иную реальность, это все люди, которые подвергают стопроцентность нынешней реальности сомнений. Поэтому всегда в этом сокрыт риск, и ты никогда не знаешь, подвергая сомнению, что ты подвергаешь, кто ты на самом деле и прав ли ты. В этом, наверное, есть замечательный привкус вызова, потому что если ты во всем стопроцентно уверен, ну, мне всегда нравится образ Колумба, который поплыл вроде бы в Индию, приплыл в Америку, так и не знаю, что это Америка, плыл куда-то в ту сторону, приблизительно зная, но очень веря, что там находится то место, куда он хотел приплыть. И приплыл. У нас звонок еще, здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Да, Лариса. А я вот сейчас вспомнила выражение стопроцентный дурак, то есть уже совсем безнадежный человек, которого нельзя исправить. Спасибо. Спасибо. Это опять смотря с чьей точки зрения. Мы же знаем, что очень многих, многие ученые в свое время прослыли сумасшедшими, прослыли чудаками. Время показалось, что на самом деле тоже на самом деле выгостался глупцом в итоге. Ну что ж, у нас время подходит к концу. Традиционный вопрос, как мы обычно в конце эфира, когда стоит задуматься, когда и сможет ли человек задуматься, если он на 100% уверен в своей правоте? Есть ли у него шанс, скажем так? Вообще надо задумываться. у отца режиссера Алексея Германа, старшего, писателя Юрия Германа, была такая трилогия про доктора Устеменко, который, когда сдавал какие-то экзамены, он должен получать диплом врача, его спросили, что вы считаете, какой ваш принцип, который вы руководствуетесь в этой жизни и своей работе? Он ответил, ничто не считать аксиом. Мне кажется, что этот подход не считать ничто аксиомой, не быть абсолютно уверенным ни в чём, ничто не считать не требующим доказательств. Это может привести к каким-то странным последствиям, но мне кажется, каждый человек для себя подвергает сомнению даже то, что ему кажется весьма вероятным. Это не значит, что это обесценивается. Это значит, что это требует некого приложения интеллектуальных и эмоциональных усилий, чтобы понять, насколько ты прав. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Врач-психиатр Арель Резник-Мартов был сегодня с нами на связи.